Всем здравствуйте, это Политека Онлайн, я Александр Шелест и Игорь Тышкевич с нами на связи. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Сразу, скажем так, маленький спойлер. Мы поговорим, конечно же, о Беларуси, об экономике, шестом пакете санкций и, ну, в общем, попытаемся разложить военную, экономическую составляющую, но начнем из топ-новости, которая вот этим утром, когда мы с Игорем сейчас связываемся, СБУ заявила о задержании в Испании блогера Анатолия Шариян. Ну, и, скажем так, инкриминируемые статьи озвучены, и, собственно, вот такая разразилась информационная бомба. Как вы относитесь к подобному задержанию и, собственно, к фигуре Анатолия Шариян? С точки зрения задержания, если оно произошло, но произошло, скорее всего, силами местных силовых органов в рамках взаимодействия, ну, соответственно, либо спецслужб, либо силового органа по документу, который направил Офис Генерального прокурора. Соответственно, Шариян задержали, и, скорее всего, сейчас будет решаться вопрос об экстрадиции. Учитывая обвинения, которые мы выдвинули, достаточно тяжелые статьи, то вполне возможно, что это будет решаться достаточно быстро для таких дел, то есть 3-4 недели, это очень быстро. Скажите, вы, ну, как человек, который, ну, скажем так, интернационален, насколько это возможно, вообще в том, как мониторите события в стране, как воспринимаете информацию, что, мол, Шарий получал деньги от Кремля, от путинского режима, о чем, ну, вот Марк Фейгин, например, говорит, что у него даже есть документы. Что вы об этом думаете, насколько это вероятно? Ну, что конкретно данная персона получала деньги, это должно становиться следствие. Насчет того, насколько это вероятно, я хочу зрителям напомнить один фактор. Была такая Всероссийская ассоциация русскоязычной прессы, которая 3 года назад была переформатирована в фонд ВАРП, то есть, соответственно, Всероссийская ассоциация фонда. И в уставных документах этого фонда было написано, что финансировать в том числе новые медиа и в том числе участие в политических проектах. На минутку, Шарий, новые медиа, ну, с точки зрения не классической, политических проектах, политических проектах. А с точки зрения приоритетов, это как раз подобные персоны территории Украины, ну, либо те, кто работают на территории Украины, Беларусь и Казахстан, это целевая группа, потому что, еще раз, Всероссийская ассоциация русскоязычной прессы, либо русской прессы, они не будут финансировать англоязычного блогера. То есть, механизм есть, этот механизм накачан деньгами. Россия 3 года эти деньги раздает активно для того, чтобы расшатывать ситуацию. Мохли, Шари, получать даже вот такие деньги, вполне, почему бы нет? Но, еще раз, окончательно, окончательно, данные, это уже будет, это уже вопрос следствия, то есть, именно следствие должно установить, и это должно быть подтверждено на суде. То есть, получал, не получал? Да, механизмы есть, деньги гуляют. Мы будем следить за ситуацией, конечно же, просто почему это, ну, и действительно такая очень интересная и будражащая информация, только лишь потому, что Шари ведь не просто блогер, а еще и политический, политическая фигура. Мы знаем, что в Верховной Раде запретили пророссийские партии, вот этот законопроект проголосован был. Более того, что удивило многих людей, которые пытаются разобраться в политике, даже вот условно, да, осколки ОПЗЖ, вот они переименовались, они тоже проголосовали за этот законопроект. Соответственно, мы видим, что, ну, тень решили перебросить себя вот на условную, там, партию Шария. Как вы думаете, как это задержание и, ну, последующее действие, мы понимаем, что здесь дальше задержание, там, экстраниция, не экстраниция, там, как-то адвокаты будут работать, но как это повлияет на политический ландшафт в Украине? Ну, в ближайшее время никак. Потому что на данный момент политическая жизнь несколько зажата. Вопрос в том, насколько украинская власть, она сможет создать новые рамки, при которых деятельность таких партий, не то, чтобы запрещать, а чтобы возникновение таких партий, таких движений стало бы невозможно. Это уже другое, просто же домашнее задание на первом месяце пост войны, то есть изменение законодательного поля и, возможно, перерегистрация партий. С точки зрения, если вы подводите к мысли, вот, осколки партий, шариат, начнут ли они что-то делать, ну, давайте так. А с точки зрения активности явно такой ярко-политической, то подобные структуры, они очень сильно ориентированы на персону, на личность. Ну, именно поэтому, кстати, называется партия шариани, партия, там, дружбы с Россией, либо защиты бабочек Мозамбика. Соответственно, когда нет этой личности, когда нет этой персоны, когда исчезает определенная подпитка информационная, а со временем вполне возможно, что и денежная, у таких структур могут быть проблемы. Исключение, если кто-то из близкого круга перехватывает. Ну, например, условно говоря, в Беларуси это была пара Тихановска-Тихановский. Вот если будет супруга шариат, она решит, там, либо кто-то из близких, там, не знаю, двоюродная сестра, кто-то еще возьмет этот бренд и попытается сыграть, но тут тоже вопрос, что значительная часть связи, они все равно персонализированы. Поэтому в таком случае придется прибегать к помощи либо кураторов, либо каких-то внешних консультантов, чтобы создать свою собственную систему. Вот, то есть, тогда структура может остаться, может остаться действием, но будет немножко слабее. Ну, здесь просто есть аспект, что сам шари, собственно, только там, как символ фигурировал, а всеми вопросами занималась супруга Анатолия Шария, и поэтому, скорее всего, ну, наверное, так и будет, как вы, собственно, смотри. Ну, понимаете, вопрос снова-таки, если мы говорим об активистах, ну, назовем их все-таки активисты, будем считать, что люди работают за идею, даже вот так предположим. Но все равно в таких персоналистских структурах очень важна роль лидера. Ну, ты его убираешь, и все, и начинается расползание. Ну, давайте так, в Европейской солидарности уберите Петр Алексеевич Порошенко. В Батьковщине уберите Юрию Тимошенко. То есть, вроде бы, да, организационное ядро сохранилось, бюджет есть, люди есть, они известны, но начинается просто банальное перетягивание отдела на себя. Да, Игорь, а вот если в «Слуге народа» там уже убирать приходится не кого-нибудь, а президента, получается. Да, да. То есть, ну, увы, у нас очень мало, а в парламенте, по-моему, и нет идеологических партий. Это наша беда, да. Но вот такие политические проекты, то есть они существуют, пока есть вот персоны лидера. Соответственно, ну, заместитель, он хорош. Либо теневу кардинал, он прекрасен. Да, еще один вопрос, чтобы, ну, скажем, перейти уже к нашим, скажем так, более, ну, таким волнующим и аналитическим темам. По Шарию, он говорил о том, что у него есть документы, что Медведчук, вот, задержанный, сейчас причастен к финансированию партии и деятельности Анатолия Шария. Как вы думаете, насколько, ну, вот все эти события, это действительно, ну, спланированные последовательные шаги для, ну, условного там, условного, да, наполнения обменного фонда для того, чтобы развязывать очень сложные задачи, которые, ну, ставит перед Офисом Президента война? Ну, я бы не сводил все к обменному фонду, потому что, с одной стороны, естественно, такие люди не выгодны, как обменный фонд, но есть очень важная деталь. Что Медведчук, да, тут за счет личных связей и так далее его можно воспринимать, а Шари, это скорее, он обменный фонд, пока он молчит. И вот тут получается конфликт интересов, то есть, ну, прошу прощения, привозить его из Испании, чтобы поселить в санаторных условиях в камере, чтобы он молчал и использовал как обменный фонд, потому что для этого нужно санаторные условия. Вот, ну, вот это, мягко говоря, глупо. Пытаться разговаривать, но тогда Медведчук, да, он будет интересен, Россия, Шари, просто как другие, то есть, через запятую среди десятков других фамилий. Ну, как бы этот человек не считал, не воспринимался более важным, увы, для него. Вот, поэтому в данном случае я говорю, что тут не только и не столько обменный фонд. Вот, если мы говорим о финансировании, если мы говорим о том, как Россия готовилась к войне, это, в первую очередь, информация. И не для того, чтобы осудить, а, в первую очередь, информация о методиках работы. То есть, как, через кого, за какое время, какие механизмы, какие ресурсы по донесению информации, как проводилась работа с людьми. Это чрезвычайно важно, потому что любая подобная структура влияния, она работает так или иначе с шаблоном. Она способна на нестандартное решение, но, как правило, есть 3-4 базовых шаблона, и если они работают, то зачем выдумывать новое. В Украине эти шаблоны работали. Это значит, что есть Медведчук, есть Шари, хорошо. А есть ли еще структуры, которые работают по таким шаблонам, более мелкие. И, соответственно, если ты имеешь информацию о том, как крутятся колеса вот в этом механизме, то тебе будет проще раскрутить дальше аналогичную структуру. Да, Игорь, будем следить, конечно же, за ситуацией, что будет дальше. Обмен, не обмен, осуждение, экстрапазиция, сядет ли Шари рядом с Медведчуком, и что будет делать Офис Президента, потому что достаточно интересная информация. Перейдем, собственно, к таким важным новостям. Зайду издалека. Китай, по версии издания Guardian, готовится к такому, знаете, вот стресс-эксперименту для своей экономики, чтобы ощутить санкции, подобные Москве, на себе. Что это означает? И как вы, вот как аналитик, смотрите на вот подобные шаги Китая? Это означает ли, что Китай к чему-то готовится? Я бы не драматизировал ситуацию. То есть, естественно, Китай прорабатывает различные варианты. И если говорить о системе сосуществования в мире, то давайте вспомним, что конфликт между Китаем и США начал обостряться, ну вот уже идет четвертый год. Соответственно, для любого уважающего себя государства моделировать различные ситуации. То есть, в случае, если ситуация в мировом порядке уходит в определенный момент на противостояние двух лагерей, потому что Россия третьим уже не будет, для Китая надо понимать, а где зона влияния, где зона сотрудничества, то есть, с кем он еще может сотрудничать, какие механизмы могут быть быть приняты против него. То есть, это нормально, аналогичную работу делают Соединенные Штаты Америки, как по электронике, не зря же они усыпили за Хойвей и так далее. То есть, в результате тех же самых аналитических выкладок, но в результате тех же самых, ну, виртуальных стресс-тестов, потому что в Китае он тоже будет виртуальным. Вот, поэтому и тут с позиции и политика Вашингтона и Пекина ничем не отличается. Это нормальная позиция по оценке рисков для своего государства. Скажите тогда, вот по поводу санкции шестого пакета. Идут выступления в Европарламенте, евродепутаты обсуждают, эмбарго. Но многие из них говорят о существенных последствиях для своих стран. Насколько вот разноголосье объединиться в одно моноголосье? Ну, пакет санкций в любом случае будет. Он будет сильнее для Российской Федерации. Если мы говорим о нефтяном, тогда эмбарго, да, краткосрочно это будет для России больно. Но я хочу напомнить два факта. Бюджет Российской Федерации на этот год верстался из расчета продажной цены на нефть марки «Уралс» 44 доллара за баррель. Сейчас Индия ведет с Россией разговоры о покупке со скидкой российской нефти, ну, то ли по контрабанту, то ли другим схемам, по 70. Россия еще думает, может быть загнуть большую цену. Даже если будет 65. 65 минус 4. Это за каждую, условно, бочку нефти. Тони 7 таких бочек. Умножаете количество миллионов тонн, которые экспортирует Россия на внешние рынки и получаете незапланированные доходы российского бюджета. Это доходы на войну. Поэтому нефтяной эмбарго крайне важно. Другой вопрос, что да, та же самая Индия, та же самая Китай, еще несколько государств они будут использовать эту ситуацию для того, чтобы немножко придушить русских, ну, лишить их супердоходов и увеличить импорт нефти. Да, само собой, это цинично, но это работает. Для многих государств, которые не считают войну в Украине, ну, скажем так, глобальной проблемой именно своего региона. Ну, а Индия относится к таковым. То есть у них есть своя проблема с Пакистаном и соседство с Раной и так далее. Но, естественно, что подобный пакет, они важны для того, чтобы Россию, еще раз, лишить таких денег. Для меня в третьем пакете, вот то, что меня реально обрадовалось, что я ожидаю и зачем буду следить, это как раз-таки не тактические решения. Мне очень интересно, что будет с российскими телеканалами. Потому что было анонсировано, что их будут выкидывать из спутниковых, скажем так, систем и из капель. Дело в том, что российский телеканал, атометрия, колор и все остальные, то есть они используют мощности французского и евроторисата. А это 60% мирового рынка. Это как раз про покрытие Европы, бывший Советский Союз и так далее. То есть для Российской Федерации что такое транслировать вот с Россия-24 в международное все бывшие советики, так называемые русскоязычные, которые получили паспорта граждан Израиля, Германии, Франции и так далее. Пообщайтесь в том числе с украинской диаспортом. Значительная часть из них, они просто сидят на российском телевизоре. Но это не просто мигранты там, либо зарабетчане, это люди, которые же имеют паспорт. Значит они ходят, голосуют. Они давят на свои правительства, в том числе с российскими наратеями в защиту России. А вот теперь давайте представим, что часть из них теряет вот этот информационный допинг. Ну вот смотреть нечем. То есть, само собой, что наиболее хитрые, наиболее умные. Они там найдут АП, телевидение и так далее, но часть потеряет. И будет ли такая сила российского лоббизма в таком случае через полгода, когда первоначальная ломка закончится. Плюс это решение проблем части европейских государств. Давайте вспомним Латвию, так называемое русское меньшинство, Литовскую республику, Чехию, Словакию. Францию тоже самое. То есть это в том числе решение европейских проблем. И вот тут мне просто интересно, насколько этот бан затронет ключевые каналы, кроме двух-трех государственных, где 100% государственных, в частности, например, НТВ. Формально он не государственный, но в реальность он принадлежит к государственной корпорации. То есть через Газпром это все равно 100% государственная собственность. Вот интересно, затронет или нет. Формально Царьград не государственный. То есть и от того, насколько будет эффективна вот эта работа, это как раз таки то, насколько Россия в информационном поле и полиполитическом влиянии на, в частности, европейское государство, будет сильна через полгода, через 6-7-8 месяцев. Вот это для меня действительно интересно. Я еще один хочу интересный экономический аспект нашей беседы привнести, потому что где-то попал на публикацию, и, ну, собственно, другая сторона войны России против Украины, экономическая. И в том числе есть данные, что вот как раз в двух городах, в Мариуполе и Одессе существуют два предприятия, которые выпускают вот эти ионы, которые нужны для изготовления полупроводников. Вообще, ну, на мировом, скажем так, рынке это чуть ли там не половина, ну, существенный процент. Мы видим, что сейчас с Мариуполем. Мы видим, как там господин Кириенко раздает паспорта ДНР каким-то, да, вот, скажем так, пожилым людям. И, собственно, что сейчас с Мариуполем. Ожидается ли это в Одессе? И, собственно, вот это не просто, знаете, так, скажем так, моя, вот, посмотрите, Кириенко. Мы видим судьбу Мариуполя. Мы предрекаем возможную судьбу Одессы. И как вы, как аналитик, думаете, ну, вот, давайте все-таки, ну, вот, посмотрим правде в глаза. Может быть, война ведется за совершенно другие вещи? Может быть, за другие цепочки? Или это мы слишком так, ну, восхищаемся, да, вот, миропорядка, мы своей интеллектуальностью в ней упиваемся? Литий, уран, предприятие, которое для полупроводников, для того, чтобы тормозить или перехватывать современный, вот, шестой технологический уклад. Ну, давайте начнем с того, что... А для чего Россия, изменение мироустройства? Чтобы вскочить новый уклад. Потому что вопрос не только сырьевой базы. Вопрос еще о технологии. Технологии ты либо покупаешь, либо тебе передаются под какой-то функционал. Мировой автозаправочной станции технологии передавать незачем. Главное, чтобы у них работал крайник. Но если это политическая супердержава, тогда можно подумать. Если говорить о том, что вот сейчас идет борьба за то, чтобы перехватить, там, условно говоря, базовой технологической цепочки по шестому промышленному укладу, прошу прощения, Украина не в ядре новой экономики. То есть мы имеем определенные сырьевые ресурсы. Увы. Потому что продукция и Мариуполя, и Одесса, и Днепра, это сырье для дальнейшего изготовления. Это полуфабрикат, если хотите. Соответственно, в данном случае, это задача, кстати, для нас, чтобы выйти на следующий уровень. Но, когда ты готовишься к определенному технологическому вопросу, сырьевой базы, которая завязана на себя, это естественно важен. То есть, но все-таки, если мы говорим о возможностях и о целях Российской Федерации, они все-таки более глобальны. Это позиционирование России. Если опускаться на уровень, возможно ли судьба Одессы, ну, без взятия Николаева, русскими, я не представляю, каким образом можно пытаться захватить Одессу. Потому что, ну, с моря, в данном случае, это чрезвычайно, как говорится, больно, неудобно и запряжено с огромным количеством жертв. То есть, это не получится. Приднестровь, там группировка смехотворная. То есть, там, создавать проблему, но никак не захватывать. Поэтому, ну, без именно успеха наступления на Николая либо Кривой Рог, это, в принципе, невозможно. Разве что ядерный удар. А что даст ядерный удар? Ничего. Ничего. С точки зрения контроля территории, ничего. Давайте вот немного о Беларуси поговорим, потому что вот успокоительные какие-то сообщения идут от разведки, в том числе и западных разведок, потому что переброска вооружения и армии Беларуси к западным границам, ну, это как бы реакция планомерная, все спокойно, просто поляки учатся, да, и вот, и, соответственно, там белорусы отсвечивают. Я вот здесь, скажем так, ну, очень, скажем так, осторожно у вас хочу спросить, ожидаете ли вы сюрприза? Потому что, ну, как бы Лукашенко, как бы отпетлял от прямого участия белорусских вооруженных сил на территории Украины в этой войне, но время поджимает сроки, поджимает и вооружение идет, и насколько его карта, да, карта вооруженных сил Беларуси сейчас для Путина важна? Если бы на территории Беларуси была ударная группировка, она была бы все еще важна. С точки зрения самих учений, ну, они внезапны только по бумаге, вот только по названию. Просто в Беларуси есть цикл подготовки вооруженных сил. Я просто возьму 19-20 год. 19-й год механизированные части поднимались по тревоге на внезапную проверку в конце февраля, 20-й год в конце января, 21-й год в начале февраля, 22-й год, ну, перед торжением Украины. Ракетные войска, артиллерия всегда поднимались. Поднимались апрель-май, завершается это комплексным, скажем так, комплексно внезапно проверкой, когда присоединяются другие. 19-й год, если не ошибаюсь, апрель, 20-й год с 1 по 9 мая, 21-й год с конца апреля, по-моему, по 5 мая, но сейчас та же самая ситуация. Другой вопрос, то что сейчас в Украине идет война, Точнее, война идет с 14-го года, но сейчас активная фаза вторжения. Это первое. Второе, это фактор России, которая давит. То есть для Российской Федерации, естественно, вариант подсветки вот этих учений, он весьма выгоден, хотя бы с точки зрения что-то отвлекает часть украинских сил на сдерживание. Учитывая, что на территории Беларуси осталось, пусть небольшое, но осталось определенное количество тех же самых самолетов, которые все еще запускают ракеты по украинской территории. То есть, идентифицировать такую работу, скорее всего, Россия попытается, чтобы создать дополнительную напряженность. Ну, как бы вам сказать, черкать спичкой возле баллонов с бензином можно надеяться, что рано или поздно загорится. Поэтому такие вещи Россия будет пытаться сделать. Возможно, она пойдет на какие-то провокации. Но с точки зрения настроения белорусской армии, белорусского общества, окружения Лукашенко, ну, желания особо воевать нет, несмотря на всю такую жесткую риторику. А можно вам, ну, вот как белорусу, от украинца вопрос? Может быть, даже, знаете, немного в традиционном, да, для Украины, которая общается с народом, народом Беларуси, Тони. А скажите, а неужели белорусы ничего, вот от слова совсем не могли сделать, когда все это время и до сих пор ракеты российские запускаются с территории Беларуси по украинским городам и населенным полуам? Я прошу прощения. Давайте так, давайте посмотрим систему информирования. Каждый пуск ракет с территории Беларуси у нас зафиксирован, он передается в Украину раньше, чем об этом сообщила украинская разведка. В общем, это очень может быть, что украинская разведка берет эти данные из украинских источников. Я очень с большим уважением отношусь к ГУР, но сомневаюсь, что не могут на территории Беларуси развернуть сети с 10 тысяч информаторов. В таком случае вопрос, это Беларусы сделали или марсиане? Работа Беларусского, вот Беларусская организация супротив по диверсиям на Беларусской железнодороге. Снова таки, это Беларусы сделали или марсиане? Что в результате, на последней фазе русские уже не подвозили эшелоны к украинской границе. Они разгружались за Мозырем и наводили понтонные переправы, потому что тупо поезда не шли. Снова таки, это Беларусы сделали или марсиане. Ну вот, два очень простых примера. Смотрите, просто я почему, ну, почему вот так поднимаю немного градус нашего разговора, потому что, когда речь шла о Лукашенко, и мы видели, как выходили массово беларусы, вот мы вспоминаем эти события, они, конечно же, трагические, с одной стороны, но с другой стороны, они демонстрировали то, что в Беларуси народ есть и с ним нужно считаться. Неужели в контексте действий российской армии вот нечто подобное сделать невозможно было? Перекрыть дороги, выходить на митинги? Или здесь совсем другая история? Минуточку, что бы это дало? Вот для Украины. Для Украины важнее информация, что летят ракеты с Беларуси или что кто-то машет флагом под Минском? Вот с точки зрения практики, что важно, получить информацию об ударе за 10 минут раньше или посмотреть фоточку в Фейсбуке и у беларусы вышли. Важно, чтобы не шел эшелон или важно прочитать информацию, что разогнали акцию протеста под Минском. Если интересно о разогнанных, то да, сейчас существенно уменьшился потенциал по организации массовых акций, но если вас интересует задержан, то зато отзантий военной акции, если не ошибаюсь, более 450 человек. Ну да, украинские медиа посчитали, что про это писать не стоит. Ну окей, ну это 450 человек за решеткой. Это батальон. Ну теперь учтись, что задерживают не каждого. Понятно, принимается такой ответ. И финальный вопрос для этого видео. как вы думаете, Лукашенко боится Путин? Очень. Лукашенко любит власть. Путин по состоянию на сегодня это единственный, единственная персона, которая может повлиять на то, на границе власти Лукашенко-Беларусь. Не первый день и очень сильно. Я благодарю вас, Игорь Тышкевич, был вместе с нами. Спасибо вам большое за эту беседу. Спасибо вам за комментарии, лайки, за то, что подписываетесь на Политеку Онлайн. Будьте с нами, берегите себя и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok